Рождественская ярмарка около главной ёлки Старого Таллина. Всего в нескольких шагах отсюда антикварная лавка, а в ней вековая коллекция ёлочных игрушек. Любой, кто входит сюда, возвращается в детство. В ёлочных игрушках, как в калейдоскопе, отражена вся история. История мира, история планеты, история страны. И, возможно, даже семейная история. Поскольку ёлочные игрушки передаются из поколения в поколение. Фарида Азизова родом из Казани. С мужем военным приехала в Эстонию в 1984-м. В прошлом учительница музыки, сегодня хозяйка антикварного салона. Её гордость одна из самых ярких в Балтии коллекций советского новогоднего наследия. Первые ёлочные игрушки появились в Германии. И ёлку наряжали тогда вначале просто фруктами. Но в один из периодов в Германии случился неурожай. И есть такая легенда, что пришли люди к стеклодувам и попросили сделать стеклянные яблоки. Это как раз стало началом 1848-й год появился первый стеклянный шар. Фарида рассказывает, в царской России ёлочных украшений практически не было. Заграничные игрушки стоили дорого и появлялись только в богатых домах. А после революции игрушки на ёлке власти и вовсе считали буржуазным пережитком. А думались только в 30-е годы. И вот появилась вот эта серия ватных игрушечек. И вот замечательная, посмотрите, ватная ёлочная игрушка. Одна из моих любимых. Это собака-сторож. Буквально спит на посту. Раньше ёлочные игрушки на фабриках выпускали целыми сериями. Их посвящали советским достижениям в космосе, сказочным и даже киногероям. Собрать полный комплект игрушек – мечта каждого коллекционера. После того, как вышел фильм «Цирк», появились игрушки, связанные с цирком. К этому же времени или даже более раннему, 30-е годы, относится мальчик на качелях с изумительным детским личиком. Рядом со сказочными героями серп и молот, красные флажки и звёзды. Редкое место на карте современной Балтии, где советская символика разрешена и никого не пугает. Вот эта игрушка произведена на московском Москабель. Она сделана всего лишь из проволоки. Но насколько символично. Материалов было мало. И даже использовали прогоревшие лампочки. Для маленьких советских квартир – маленькие искусственные ёлочки с комплектом мини-игрушек. В своё время такие наборы среди жителей хрущёвок были очень популярны. И, конечно же, здесь знаменитая ёлочная игрушка «Царица полей». Вот она, кукуруза. Многие недостатки того времени старались компенсировать ёлочными игрушками. За мечту надо платить. Советские ёлочные игрушки известны во всём мире. Знатоки покупают их на интернет-аукционах. Например, этот набор из 15 игрушек, символизирующих бывшие советские республики, Фаридат искала в Лондоне. Самые редкие экземпляры из специальных каталогов могут стоить сотни и даже тысячи долларов. Вот она, моя любимая ёлочная игрушка. Якут на оленье. По темаше лицо. 50-е года. И стоимость этой игрушки по каталогу оценивается в 100-150 долларов. Но вот это моя любимая игрушечка. В моей коллекции не продаётся. Мария Андреева, Даниил Жилинский, Владислав Андреев. Балтия. Неделя.